В этот день, 26 января, родились Анна Демидова. Когда этой девушке было чуть более 20 лет, она попала в услужение к царской семье, не покинула ее и в ссылке, расстреляна вместе с семьей последнего императора. Юрий Озеров – режиссер известных советских киноэпопий. 26 января 1525 года, как иногда считается, появилась первая печатная карта Великого Московского княжества. 26 января 1920 года погиб Владимир Каппель, белый генерал, командующий войсками адмирала Колчака в Сибири. 26 января 1831 года умер Антон Дельвик, поэт-издатель, друг Пушкина. Способности посредственные, как и прилежание, а успехи весьма медленные. Мешковатость вообще его свойства и весьма приметна во всем. Только не тогда, когда он шалит или резвится. Тут он насмешлив, балагур, иногда и нескромен. В нем примечается склонность к праздности и рассеянности, чтение разных книг без надлежащего выбора. Такую характеристику дал лицейский надзиратель Дельвику. Память у него была тупа, понятия ленивы. На 14-м году он не знал ни одного иностранного языка и не оказывал склонности ни к какой науке. Так, любя, критиковал своего лучшего друга Александр Брушкин. Еще в лицее будущий классик русской литературы заметил необычную фантазию Дельвика, его поэтические способности, которые позволили ленивому лицеисту быть опубликованным в журнале «Раньше всех одноклассников» в 16-летнем возрасте. И только по рекомендации Дельвика пошли в печать пушкинские произведения. После окончания лицея душа двух поэтов только укрепилась. Дельвик поступил на государственную службу, посвятив творчеству свой досуг. Четверка разносторонних личностей – Дельвик, Пушкин, Боротынский и Гахельбекер. Они создали свою литературную могучую кучку, в которой обменивались стихотворениями, пропагандировали поэтическую независимость и беззаботное отношение к жизни. Так они творили в свободном полете, пока книготорговец Селенин, чья книжная лавка располагалась в центре Невского проспекта, не сделал Дельвику предложения, от которого тот не смог отказаться. На русском Парнасе носятся слухи, что несколько литераторов и один книгопродавец вознамерились к будущему 1825 году издать о монах вроде «Полярной звезды» под заглавием «Северные цветы». Так писал критик Фаддей Булгарин, находившийся в творческом конфликте с лицеистами. Именно о булгарине Дельвик сказал знаменитую фразу «Литература наша совсем погибла, алтыничают». Теперь же поалтыничать согласился и Дельвик. За редактору сборника ему был обещан гонорар в размере 4000 рублей ассигнациями. «Хотя наш север не весьма слабится цветами, однако же при старании можно кое-что вылелеять», извительно писал конкурент и редактор «Полярной звезды» Александр Бестужев, журнал которого имел под собой политический уклон вольнолюбивых произведений декабрийской направленности. И он публиковал исключительно маститых прозаиков. В цветах же планировал создавать как известных, так и новых авторов. «Самые ленивейшие Жуковский и Дашков пышно одарили меня. Пушкин, Боротынский, Крылов доставили мне по четыре, по шести и по семи довольно больших и прекрасных пьес. И это второклассных авторов, я с большим выбором принимаю сочинения», – так сообщал Дельвик. Его альманах выдержал конкуренцию за петербургского читателя, сборник активно покупали, но относительно недолго. Восстание декабристов положило конец политическому вольнодумству «Полярной звезды». Немногим дольше просуществовал и альманах «Северные цветы», который начал публиковать неизданные в «Звезде» материалы опальных декабристов. Выдержав восемь тиражей, в 1830 году альманах Дельвика был закрыт по высочайшему повелению. Дельвик прожил немногим дольше своего журнала, скоропостижно умерев от болезни в возрасте всего лишь 32 лет. После себя творец оставил не так много творческого наследия, в основном лирику в стиле русских народных песен, одним из ярких произведений которого стала песня «Соловей», положенная на музыку Алябьева. Друзья и коллеги тяжело переживали уход Дельвика, но более всех скорбил Александр Пушкин. «Смерть Дельвика нагоняет на меня тоску. Никто на свете не был мне ближе Дельвика. Помимо прекрасного таланта, то была отлично устроенная голова и душа незаурядного закала. Он был лучшим из нас. Наши ряды начинают редеть». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова